Добрый день! Вы смотрите открытую студию проект места города. Какие инструменты для продвижения выбрать, говорим мы сегодня. У нас в гостях основатель и руководитель компании Miratronics Николай Кишин. Добрый день! Мы много слышим про автоматизацию бизнеса. Как это поможет предпринимателям, особенно в свете последних событий? Последние события действительно наделали много шума. Многие компании уходят онлайн, что в принципе довольно просто сейчас сделать. Я вам расскажу по поводу автоматизации на примере CRM-систем. CRM-система это такое некое программное обеспечение, к которым человек имеет доступ как сотрудник, так и руководитель, как из офиса, так и из любого удаленного места. CRM-система позволяет ввести коммуникацию с клиентами, все в едином месте и взаимодействовать внутри компании друг с другом. Менеджеру просто и удобно общаться с клиентом, вести дела, вести продажу, вести какое-то коммуникационное действие. Руководители очень легко контролировать своих сотрудников и принимать какие-то дополнительные решения. Решение будет по текущей ситуации, по текущей сделке, если требуется, вмешательство руководителя, либо в целом по своей компании, по своему предприятию. Стратегические какие-то изменения, все остальное. Все это позволяет делать в онлайн с помощью CRM-системы. То есть это контроль и упрощение процессов? Да, можно назвать это контроль и упрощение процессов. Это быстрый доступ к процессам, это быстрый доступ к любой информации, которая проходит внутри компании и внутри сделки с клиентами. Допустим, сделать несколько, их 10, и по какой-то из них менеджер забывает, или у него не хватает времени принять какое-то действие по этой сделке. Автоматизировано можно дать руководителю напоминание, уведомление, что по этой сделке, либо по этим каким-то моментам менеджер не справляется, требуется ваше присутствие, ваше вмешательство. Таким образом приходит уведомление руководителю, и он оперативно может принять определенные действия. Он может отслеживать, кто из сотрудников, как работает. Да, да. Да, безусловно. И здесь мы сейчас говорим о контроле руководителя сотрудников, так и о упрощении действий самих сотрудников. То есть очень удобно, когда стоит задача, определенная задача с конкретным сроком, и сотрудники ее видят, ее выполнить, исполнить. То есть это будет удобно всем, как сотрудникам, так и руководителю. Да, и у руководителя, если отвечая на ваш вопрос, есть полный инструмент контроля как сотрудников, так и в целом ситуации в своем бизнесе с помощью серверов с тем, где бы не находился, в первую очередь руководитель, будь то на Бали, находясь, он был комбутом, будет в Костроме, изолирован с самоизоляцией в текущем моменте, находясь дома. Кто-то из сотрудников привык по традиционным методам контролировать сотрудников, выполнение, допустим, еженедельные отчеты. Как все-таки за счет автоматизации бизнес-процессов предприятие становится эффективнее? Это очень интересная вещь. Я вам приведу пример самого маленького бизнес-процесса. Это в средней или крупной компании выдача или одобрение отпуска сотрудников. Например, в компании человеку, чтобы одобрить отпуск, ему нужно написать заявление, отдать его бухгалтерю либо ответственному, либо старшему руководителю, который стоит над этим сотрудником. Дальше эта бумага должна уйти руководителю выше, подписать. Если есть какие-то препятствия, бумага возвращается обратно. Это такой долгий круг бумажный. Бизнес-процесс можно очень упростить в плане одной кнопкой. Давайте назвать это упрощение. Бизнес-процесс, автоматизация тире упрощения. При нажатии одной кнопки бухгалтеру либо руководителю сразу уходит уведомление о том, что определенный сотрудник желает уйти в отпуск на какие-то даты. Притом сотрудник сам выбирает даты, пишет комментарии к отпуску, что необходимо, почему он хочет имевать даты, если есть какие-то веские аргументы. Дальше в электронном виде сразу это уходит в бухгалтера либо руководителю. Дальше, дальше, дальше по цепочке конкретно к конечному принимающему решение человеку. И если решение принято, он нажимает эту кнопку, все, отпуск одобрен. Это может быть в течение одного-двух часов, нежели одного-два дня, как обычно показывает практика. То есть пример самого-самого маленького бизнес-процесса. В целом бизнес-процессы могут быть большие, это начиная от продажи, заканчивая отгрузкой после производства. К примеру, приходит заявка, менеджер нажимает, все оплачено, нажимает одну кнопку, заказ ушел в производство. На примере, ну давайте ювелирная компания. Есть определенный заказ на какую-то модель, которую нет на складе, но модель интересная, модель нужно продать. Соответственно, менеджер нажимает одну кнопочку, уходит модель на производство. После производства, как она готова на производстве, нажимает эту кнопочку, модель уходит дальше на контроль качества. Я очень упрощенно говорю, там на самом деле очень много шагов, но говорю я очень упрощенно. И таким образом, до отгрузки, нажатием буквально одной-двух кнопок и менеджер, который продал заказ, который ответственный за то, чтобы это изделие доставлено было до покупателя, руководитель, который должен контролировать и менеджер, и производство, как это все работает, чтобы в самой компании не было сбоев, и лояльность клиента, и LTV клиента, оно было выше значительно, чем его конкурентов. И непосредственно сам руководитель компании в целом, он видит, как работает его компания с высоты. То есть, он видит, где слабое звено, где нужно что-то подкрутить. Таким образом, перевод бизнес-процессов в онлайн, из бумаги, и либо там, Наташа, сделай, пожалуйста, что-то в соседнем кабинете в электронный вид. Это значительно упрощает и в первую очередь высвобождает свободное время, как у исполнителя, менеджера, так и у руководителя. На примере продаж, как происходит упрощение? Есть пример продаж, как обычные B2B, так и B2C продажи. Может быть, тоже как большие, такие крупные примеры, такие маленькие. Например, если это маленький пример, вам вконтакте пишут, давайте раз начали про ювелирную компанию, можно про... Ну, давайте так и продолжим про ювелирную компанию. Например, есть заказ в ВКонтакте. Вам пишут ВКонтакте. В ВКонтакте есть блоки специальные для продажи, либо просто в группу. Хотим такой-то, такой-то товар. В CRM-системе сразу появляется новая сделка, что определенный человек желает приобрести что-то, например, колечко. И менеджер сразу видит это, или владелец, если мы про микробизнес говорим, про маленькие продажи. Сразу видит эту сделку, он входит в коммуникацию с клиентом, при том, ему не нужно заходить отдельно ни в ВКонтакте, ни в какой-то другой мессенджер. Все это сразу в CRM-системе. А в едином виде все удобнее. Вся информация проходит по сделке. То есть мы можем посмотреть, когда кто кому писал, когда кто что кому отправлял. Все это в едином месте. И не будет каких-то неотвеченных сообщений. Да, не будет неотвеченных сообщений. При формировании новой сделки сразу ставится задача. Задача информирует и менеджеры, и руководители, если это необходимо, о том, что у нас есть новая продажа, активная новая продажа, новая сделка, по ней нужно работать, отработать. И менеджер уже по этой сделке, соответственно, идет, общается с клиентом, договаривается и вперед-вперед-вперед ее двигает. Соответственно, до продажи. Если вкратце, то есть от А до Я, то есть CRM, в который интегрированы бизнес-процессы, позволяют, если мы используем термин, дожать клиента до покупки. Соответственно, при входящей сделке. CRM, насколько сложно будет сотрудникам привыкнуть к этой новой системе? На самом деле, очень просто. Почему? Потому что большинство сотрудников сейчас, они есть в интернете. Есть ВКонтакте, есть в Фейсбуке, пользуются очень много мессенджерами. Также наши бабушки и наша мама пользуются контактом, одноклассниками. А CRM-система, по сути своей, она пытается быть похожа на привычный интернет. То есть, это на контакт. Это если мы говорим про Bittrex и его живой лентой, она очень похожа. Возьмем два мастодонта рынка, основополагающих, которые... Это AMA CRM и Bittrex24 в России. Если про AMA CRM, старт буквально... Наша компания интегрирует за одну неделю, всего лишь за одну неделю AMA CRM. И достаточно одного обучения сотрудников, чтобы сотрудник начал уже вести дела в AMA CRM. С Bittrex-м посложнее, потому что Bittrex, помимо CRM-системы, в нем несколько модулей дополнительных, как внутреннее взаимодействие. И там довольно много всего. То есть, Bittrex можно вообще управлять всей компанией через Bittrex AMA CRM. Больше для продажи, для того, чтобы... Вот именно продать, для того, чтобы заработать деньги. Нет, недолго. Буквально, если AMA это на неделе интеграция, если Bittrex это до месяца, грубо говоря, ну, в среднем две недели. Битрикс два-три обучения в среднем, а мы CRM одно обучение. И с первого раза, ну, процентов 80 наших клиентов после первого обучения уже начинают работать в CRM-системе. Естественно, возникают какие-то дополнительные вопросы, которые мы отвечаем в поддержке на протяжении всего жизненного цикла, пока пользуются продуктом CRM-системы. Ну, очень просто. На самом деле просто. В онлайн уходят сейчас все, в том числе потенциальные клиенты. Какие инструменты интернет-продвижения существуют на сегодняшний день? Их много. Их много, интернет-продвижения. Можно говорить как про белые схемы, так про серые, про черные схемы, про продвижение, про репутационные. Но я озвучу сейчас основные. Это, по сути, классические. Это классический SEO, продвижение сайта, органическая выдача, когда, например, ищут торты в Костроме или купить торт с доставочкой, и сразу без рекламы показывается сайт. На первых страницах обычно это происходит. Считается классическое SEO. Это контекстная реклама, это Яндекс.Директ, либо Google AdWords. Соответственно, это платная реклама в поисковиках, в выдаче. Перед органической выдачей мы видим объявление... С пометкой рекламы. С пометкой рекламы, да. Оно платное. Оно платное как за настройку, так и есть понятие рекламный бюджет. То есть, грубо говоря, вы положили тысячу рублей на рекламный бюджет, а клик стоит 10 рублей. И те люди, которые перешли по вашей ссылочке, с вашего бюджета списались деньги. Но 10 тысяч рублей, тысяча рублей и 10 рублей – это информация просто для примера. Цены всегда разные даже на один и тот же вид. Ну, бизнес или нишу. Также есть еще таргетированная реклама. Это реклама в социальных сетях, это реклама в ВКонтакте, реклама в Фейсбуке. В Инстаграме три самых популярных сейчас площадки, места, где люди рекламируются. Рекламодателей много, все-таки площадки всего три ключевые. Как быть? Здесь всегда нужно выбирать меньшее из двух зол. Это не дешево, как таковое. Можно, конечно, запуститься с бюджетом 3000 рублей. Но я попозже об этом расскажу. По факту есть понятие охвата. Если мы говорим про Инстаграм, то есть чем дороже стоит реклама, тем больше людей ее увидят. Грубо говоря, да? Чем дешевле, тем меньше ее увидят. Но ее увидят все равно. То есть здесь, если мы говорим про Яндекс, то есть там понятие ставки. Чем больше конкуренции… Я очень упрощаюсь сейчас, на самом деле, там значительно сложнее. Чем больше конкуренции, тем выше может стоить клик. То есть это, по сути, аукцион. Если твой клиент заплатил больше, то тебе тоже нужно либо оплатить больше, чтобы его обойти, либо довольствоваться меньшим количеством заявок. Да, грубо говоря, да. Если конкурент оплатил больше, он будет выше. Это если очень поверхностно объяснить. Самый частый вопрос. Сколько нужно денег, чтобы начать рекламу и из чего эта стоимость складывается? Довольно интересный вопрос, потому что есть несколько критериев. Есть студии, которые не работают с бюджетом до 150 тысяч рублей. Есть студии, которые работают с бюджетом не менее 500 тысяч рублей. Но мы находимся в регионе, поэтому суммы значительно меньше. Например, для Костромы мы делаем рекламные кампании с бюджетом 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – это примерно хватает, грубо говоря, от полумесяца до месяца, в зависимости от ниши, в зависимости от бизнеса. И это работает. Здесь стоит понимать, что, к примеру, если мы работаем на один город, на Костромы, бюджета 10 тысяч рублей в принципе может быть достаточно. Но опять же, все зависит от ниши, от бизнеса, от сезонности. Это очень много влияет от количества конкурентов по данной нише. Если мы говорим про Россию, либо такие мастодонты, города-миллионники, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, там бюджеты, конечно, могут быть другие. Так как конкурентов больше и людей может больше перейти. И нужно уже более грамотно подходить к этой задаче, нежели просто взять и все остальное. Самая главная проблема здесь это в том, что люди думают, к сожалению, в интернете очень много бесплатных курсов, бесплатных информационных каких-то подач, что сейчас я потрачу 3000 рублей, а завтра у меня будет 300 клиентов, 300 лидов, и я на них заработаю миллионы. Нет, такого не бывает ни в коем случае. И очень много, к сожалению, людей на этом обжигаются. Как отслеживать эффективность рекламы и что есть ее эффективность? Интересный вопрос. Есть два основных показателя. Первое – это количество привлеченных лидов, покупателей, после привлечения, которые уходят в зону ответственности от дела продаж собственника, владельца бизнеса. И второе – это узнаваемость бренда. Если про узнаваемость бренда, это скорее игра в долгую, чем сейчас, потому что после того, как человек посмотрел, лид посмотрел на бренд, и он узнал, и ему сию секунду не требуется услуга, потому что зачастую люди ищут то, что им нужно именно сейчас. Месяца, через два, через три, может через более количество времени. Зная, что данный бренд предлагает такие услуги, то человек к этому вернется, он вспомнит, он закажет, и скорее всего, все будет хорошо. То есть сделка состоится. А если мы говорим про привлечение лидов непосредственно как таковых, то также это все числово измеряется. То есть все понятно, сколько человек потратил, сколько владелец потратил денег на рекламу, сколько лидов пришло. И из-за этого складывается определенная история, сколько стоит лид, выгоден ли данный канал продвижения владельцу или нет, с учетом стоимости лида и так далее. Через какое время можно делать анализ, что это эффективно или неэффективно, если нужно прямо сейчас лиды? Мы предлагаем два вида отчета, то есть при введении компании есть два вида отчета. Первый отчет это через две недели мы будем понимать, как происходит тенденция, куда она вверх-вниз, что стоит докрутить или не стоит вообще этим пользоваться. И большой месячный отчет, где клиент видит, как происходила рекламная компания, сколько человек увидела, сколько человек заказали. Есть так называемые цели в рекламных компаниях, то есть это, к примеру, цель зайти на страницу контакта, чтобы человек зашел, таким образом мы понимаем, что человек интересовался как минимум номером телефона, либо где находится компания. Есть, например, цель на форму обратной связи, то есть чтобы человек оставил свои контакты на определенной страничке. Или цель для заказа определенного продукта или товара на сайте, то же самое. Мы видим количество достигаемых целей и то же самое это все показывается в отчетах. Человек, клиент видит, насколько эффективно, сколько вообще прошло людей, сколько пришло, сколько человек достигло цели. И самое главное здесь нужно понимать, что после того, как лид пришел, зона ответственности уходит на отдел продаж клиента, либо на своего клиента, если у него еще нет отдела продаж. Потому что одно дело, что человек оставил заявку, второе дело продать. Здесь уже зона ответственности не студии, а именно владельцы бизнеса и отдела продаж. Почему реклама может не работать? Расскажите о самых частых ошибках и как не слить бюджет. Их на самом деле тоже много, но основные три ошибки я расскажу, которые помогут и людям, которые сами настраивают рекламу, и те, которые хотят собрать себе сайт. Их три. Первое – это несезонность. К сожалению, у каждого бизнеса есть понятие сезонность и несезонность. Это можно посмотреть в Wordstat. Он показывает по количеству запросов потенциальной целевой аудитории, сколько, когда по месяцам, когда пик, когда спад. И очень довольно интересный инструмент. То есть им можно воспользоваться, посмотреть. Вот повторюсь, вернусь, это первое – это несезонность. Нужно всегда понимать, сезон сейчас или нет. Рекламная кампания – это ни в коем случае не волшебная палочка, которая сразу принесет. И не панацея, которая сразу избавит от всех проблем. Нет, это всего лишь один из инструментов, который увеличит определенные показатели. Будь то число рядов, будь то узнаваемость бренда. Так вот, первая ошибка – это несезонность. Всегда нужно понимать, сезон или нет, и стоит ли запускать рекламную кампанию или нет. Второй момент – это неконкурентная способность. Ваш товар может быть отличный, у вас может быть все хорошо, но, к примеру, цена выше, чем у конкурентов. Либо какой-то другой аспект вашего товара – он не может конкурировать с предложениями вокруг ваших конкурентов. Поэтому, скорее всего, человек перед тем, как делает выбор, он проходит в среднем 11 сайтов. От 7 до 15, ну давайте округлим, 11 сайтов. И также он пройдется по вашим конкурентам. И, скорее всего, он, увидев, что там выгоднее, интереснее, он возьмет там. Поэтому очень нужно смотреть на конкурентную способность как таковую. И третий момент – это неправильная презентация самого товара. То есть, то, как этот товар показан, то, как он презентуется потенциально целевой аудитории. Возможно, сделать подарок какую-то игрушку. Либо, когда мы продаем плюшевую игрушку, но показываем эту плюшевую игрушку людям 45-55 лет, которым, в принципе, плюшевая игрушка не нужна. Но игрушка хорошая, цена маленькая. То есть, все хорошо, она очень хорошо показана, как она выглядит. Но целевая аудитория, то есть, презентационная вещь, она не на ту целевую аудиторию и неправильно работает. Это три основных ошибки, которые стоит учитывать. И нужно понимать, что к рекламной кампании нужно подходить заранее и с пониманием. То есть, это как к войне нужно готовиться, если мы про кавычки говорим. То есть, правильная подготовка самого продукта и рекламной кампании – это значительное преимущество, нежели перед тем, что вот, все, я придумал, надо сделать, делал за день, залил бюджет, не отработал, расстроился, перестал верить в этот канал, да, и все, что с этим связано. То есть, в первую очередь, нужно понимать, что 300 рублей не сделают миллионы выручки. Реклама пропорционально, вложение в рекламу пропорционально заработку и прибыли. То есть, нужно подходить грамотно и ни в коем случае не за один день. У нас были случаи, когда к нам приходят люди и говорят, нам нужна рекламная кампания. Сколько у вас до запуска, сколько у вас продукт. Продукт вот сейчас мы делаем, запустить нужно было еще вчера. И все, что с этим связано. Нет, с таким мы отказываемся, с таким мы не работаем. То есть, здесь нужно подходить вдумчиво, и тогда результат он будет ощутим. Одна из возможных причин низкой конверсии с рекламой – это как раз сайт. Да. Какие самые частые ошибки вы увидите на сайтах ваших клиентов, либо вообще в интернете? Наверное, ошибки на сайте – это основные ошибки вообще не работы и рекламной кампании, и маленьких лидов. Маленького количества лидов, да. Смысл в чем? Сайты – это такое узкое горлышко на данный момент. Если раньше работали хорошо сайты-визитки, если раньше работали хорошо интернет-магазины, то в современном мире у человека очень много цифрового белого шума. Его все отвлекает. То есть, люди привыкли видеть образами. То, что показано на мониторе, то человек и воспринимает. К сожалению, обычные сайты сейчас не работают. Интернет-магазины, если это крупно известный бренд, либо уникальный товар, тогда да, тогда интернет-магазин работает. В 80% что сейчас продает – это лендинги. То есть, это лендинг-пэдж, посадочная страница. В России, к сожалению, посадочная страница немножечко мутировала, я так очень простым словом скажу. Изначально посадочная страница, она пришла из Америки. Ну, в принципе, весь маркетинг оттуда к нам приходит с задержкой. И это презентационная страница определенного одного товара, максимум одного группы товара или одной услуги. То есть, сделана таким образом, чтобы на эту страницу попадала только исключительно целевая аудитория, которая интересуется только этим товаром либо этой услугой. И таким образом конверсия значительно выше, чем на обычном сайте, когда человек попадает, и он не понимает, что ему нужно сделать. Люди сейчас обленились, потенциальные клиенты обленились, они хотят, чтобы им сразу предложили и то, что они хотят. И очень мало людей, которые ходят, ищут что-то, если это им очень необходимо. По большим сайтам, ища себе что-то дополнительное. Поэтому есть основные моменты, которые стоит обратить внимание. У потенциального клиента есть всего 3, максимум 5 секунд, для того, чтобы он понял, где он находится и что есть на сайте. Если в этом промежутке времени человек не поймет, что это ему нужно, он уйдет. Скорее всего, он уйдет. Либо пролистает и уйдет, либо сразу уйдет с сайта. То есть, первая ошибка. Сайт должен быть понятен. Сразу, при первом, когда человек попадает на сайт, первый же экран должен рассказывать о том, куда он попал, что здесь можно найти и какие преимущества есть сейчас здесь именно для него. Потому что исключительно для человека. Так лояльность увеличивается, нежели массово. Если мы говорим, вот все для вас, а если все для тебя, соответственно, лояльность увеличивается. То есть, первое критерие, это обязательно сайт должен быть понятен. Сразу, вот в эти первые 3-5 секунд. Тогда есть большая доля вероятности, что человек дальше пройдет. И из того, как сайт выглядит, то уже он продаст или не продаст сам по себе сайт. Второй момент. Ни в коем случае нельзя все на одну страницу. То есть, есть такие конструкторы, как тильда лейнингов, как лп-генераторы, платформа лп. Они дешево, ими можно пользоваться. Они, в принципе, удобны в использовании. Но зачастую без определенных знаний на страницу набрасывают все. Могут плюшевую мишку, розов в колбе. Все-все-все, все товары на одной странице презентовать. И таким образом, внимание потенциально к клиенту просто распыляется. Он не понимает, зачем он сюда пришел. Он не понимает, зачем ему нужно именно здесь покупать. И в этом все дело. То есть, это вторая ошибка. Не нужно на сайт все, если это не интернет-магазин, либо не какой-то просто сайт для того, чтобы был сайт. Если мы говорим про то, что человек понимает, для чего ему нужен сайт. Если мы говорим, сам по себе клиент понимает, для чего ему нужен сайт. Если он понимает, что он хочет продавать и кому он хочет продавать. То есть, ни в коем случае нельзя его загромождать другим. То есть, нужно бить в одну точку. То есть, всегда нужно бить в одну точку, так называемую. и третий момент это удобность я бы назвал все таки потому что опять же на грамм громоздкие дизайны большие анимации очень модно было раньше большие тяжелые анимации когда сложно ориентироваться на сайте это тоже очень сильно сбивает человека с толку нужно упрощать сейчас нужно все упрощать чтобы показать человека что вдруг ты пришел на этот сайт ты молодец ты я знал что ты сюда придешь и поэтому для тебя раз два три четыре а еще этот подарок и все и человек ухты я вовремя пришел то есть вот эти три основных момента я бы выделил их на самом деле много но вот эти три которые влияют очень сильно это чтобы человек понимал перечислим куда он пришел сразу в течение трех пяти секунд чтобы на сайте не было много информации дополнительной дополнительных товаров а была только узкоспециализированная вещь который предлагается чтобы человек купил больше и третье это удобство юзер экспириенс так чего можно будет назвать то удобство использования вот самого интерфейса социального сайта каким должен быть современный сайт перечислите его необходимые атрибуты а что уже устаревает да действительно современный сайт кардинально отличается того что было раньше и нужно это понимать этим пользоваться не работают сейчас обычно сайты визитки они работают для того чтобы показать где находится человек компания не находится человек компания и так далее почему они не работают потому что их заменил туризм например людям проще найти в туризм информацию компании чем искать сайт тем более сайт скорее всего сделан не адаптивный то есть не подстраиваться под мобильное устройство это неудобно то есть людям проще пользоваться теми инструментами которые быстрые то есть это раз если мы говорим о сайте в первую очередь он должен быть адаптивным то есть он должен подстраиваться под разные разрешения экрана будь то это мобильное устройство либо планшет и компьютер соответственно персональный компьютер это раз сайт должен быть простой ни в коем случае нельзя его усложнять люди не хотят и так вот я уже говорил что много цифрового шума много информации которые приходят людям не хотят лишний раз заморачиваться но должно быть все просто то есть чем меньше количество кликов до цели тем лучше то есть если это будет всего одна кнопка с вводом номера телефона при заказе товара это лучше чем если он добавит это в корзину впишет свой адрес пишет свою почту и там то 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 есть очень много людей просто уходят со страницы оформления заказа потому что ну неудобно зачем я лучше или позвоню просто или возьму в другом месте это 23 нужно смотреть на формат самого сайта я уже рассказывал про ленинги сейчас если мы хотим что-то продать мы должны презентовать товар таким образом чтобы мы попали в первую очередь целевую аудиторию мы должны понимать кто такая целевая аудитория и информация на маленький пример сайт делался сайт для москвы доставка продуктов на дом после работы людям на самом деле одна целевая аудитория это один ленинг должен быть в идеале то есть если мы правильно делать и маркетинг правильно делать разработку там было сделано по моему 25 ленинг под разным целевую аудиторию я расскажу всего лишь про два я точно не помню офферы оффер это торговое предложение которое мы указываем самое первое на сайте то есть текст который сразу читать человек чтобы остаться на сайте просто пример целевая аудитория мужчина и женщина ленинг для мужчины оффер привезем еду через 30 минут промокод world of tanks подарок то есть что нужно для мужчины он пришел ему ничего больше не нужно он пришел он поел и те кто играет world of tanks ввел промокод пострелял платными патронами если промокод для платных патронов данную либо что-то еще он доволен женщин соответственно совершенно по-другому дословно не помню но по моему было что-то такого плана привезем еду в течение 30 минут не дороже чем супермаркете у вас остается время на общение с вашей семьей то есть это мы говорим про целевую аудиторию про женщины совершенно другой подход совершенно другой визуализации на сайте и мы просто должны понимать что кому мы продаем услугу будет будь то товар то есть второй момент мы как бы сайт должен быть легкий простой вы должны он должен продавать именно определенной целевой аудитории мы сейчас говорим про ладин потому что обычные сайты повторюсь они практически сейчас не работают дальше если мы углубляемся на ладинги должны быть как минимум несколько вещей первое это оффер именно сформулированный текст именно для потенциальной целевой аудитории чтобы он его это чтобы сам кофе эту целевую аудиторию каким-то образом зацепил мы опять терминология под пользуемся второй момент должны быть обязательно преимущества то есть все плюсы плюсы из минусов сделать плюсы то есть именно вашего товара именно вашей продукции в отличие от конкурентного от конкурентов а например сейчас у нас один из последних заказов это ленинг пейс для масок актуально для маска на защиты маски не простые с пропиткой антивирусной из эфирных масел многоразовым и многоразовые маски своя своя целевая аудитория и в преимуществах там написано много там 6 преимуществ стопроцентный хлопок например чем отличает от других стопроцентный хлопок меняющаяся вставка вот антивирусная антиаллергена там подходит для всей семьи то есть мы из всего вот это вот вытаскиваем смыслы и эти смыслом мы должны разместить на сайте чтобы человек не хотя спросить но он у ему уже ответили на сайте эти вопросы должна быть второй момент преимущество должно быть как минимум вопрос-ответ на сайте максимально подробно потому что люди сейчас не готовы звонить в первую очередь так такое время люди сейчас пользуются в основном мессенджерами 60 процентов уже где диалога уходит и людям проще найти информацию где-то обезличено на вашем сайте чем если он вам позвонит позвонит если он уже принял решение мы сейчас говорим про людей которые еще не готовы либо не либо принимают решение заказать сделать заявку или нет и изучает вот ваш сайт еще там есть конкурентов в этом промежутке в принципе если это основные моменты которые требуются налоги ну и фотографии естественно красиво презентованный товар фотографиях они должны быть красивы они должны быть цветные насыщены потому что люди сейчас видят образами в первую очередь и эти фотографии мы привлекаем людей именно образами того что что они получат то есть какие-то очень хорошо если были бы примеры если это услуга это от было что было что стало от и до если это какой-то продукту продукт в использовании например у коптилка для для рыбы для мяса для чего-либо для грибов не просто что вот она коптилка а именно в работе штам горит огонь что там что-то какие-то шампура и так далее и очень хорошо сейчас работает это видео маленькое презентационное видео продукта на сайте самого собственника либо старшего специалиста вот этого вот минимально от этого в принципе достаточно но в любом случае здесь нету общего рецепта все сводится книжек к целевой аудитории и каждый лендинг на одну и ту же нишу на одну и ту же продукт не получится сделать и конечно получится одинаковые ресурсы но работать они одинаково не будут ну то есть нужно анализ нужно понимание как это сделать лучше правильнее и все что с этим связано вы создаете сайт под задачу что это значит и какие задачи могут быть или это как раз то что мы сейчас осветили да в принципе это то что мы сейчас осветили потому что сайт можно сделать самому сайт можно может сделать практически любой человек обладающими базовыми навыками компьютеров то есть там ничего не программирование нужно нужно понимать что такое логин и пароль чтобы идти в личный комитет и передвигать блоки сайта с вводом туда какого-то текста и до в добавлении изображения как картинок сайт под задачу отличается от обычного сайта что он разрабатывается исключительно под необходимость когда собственник понимает зачем ему нужен сайт когда собственник понимает что он хочет от сайта и какие вообще критерии должен после запуска сайта то есть какие результаты должен принести сайт вот мы создаем такие сайты под задачу непосредственно не просто общие массовые это сделать легко а вот непосредственно погружение погружаясь в маркетингу составляющие погружаясь в целевую аудиторию, кто целевая аудитория, вместе с собственником, естественно, все это происходит, то сайт под задачи, он такой более узконаправленный и работает для достижения вот этого задачи. Какие задачи могут быть? Перечислите, допустим, пять основных. Их, ну, например, привлечение новых рядов, привлечение новых клиентов, если сайт был до этого простой, либо мы переделаем сайт. Второе, как мы говорили, это улучшение узнаваемости бренда, либо просто массовая узнаваемость бренда. Третье, это продажа определенного вещи, то есть определенной продукции, либо определенного... Вот мы сделали недавно потрясающий локопицца сайт, потрясающая вкусная пицца, работает только доставка, без локального офиса. Но в этом и преимущество, особенно в наше время, мы специально не подгадывали, но получилось так, что там только доставка. Упали в точку. Да, и при том пицца там полтора килограмма, она очень большая, одну пиццу заказали на всю семью, или на всю компанию, как раз. Очень вкусно. Вот задача этого сайта – принимать заказы. То есть это непосредственно онлайн-офис получается. То есть принимать заказы на пиццу, используя промокоды определенные, то есть у каждого человека свой личный кабинет, где сумеется скидка, он может применять промокоды и так далее. То есть по сути это онлайн-офис. Это пиццерия. Вот задача одна из задач. Их может быть много абсолютно. Может быть задача по поводу формирования конструктора торта. Да, вот у нас тоже есть клиенты Кейкарт в Костроме. Они довольно вкусную продукцию делают. Всегда тоже свежая, маленькая реклама. Кейкарт 44.ru, сайт, домен скоро поменяется. Торты на заказ. Вот это как раз SEO-выдача, я рассказывал про них. Если написать торты в Костроме или торты на заказ в Костроме, они появляются первыми, без использования рекламы. Это органическая выдача. А у них есть конструктор торта, например. То есть можно взять, сконфигурировать себе и заказать. То есть по сути нет технического ограничения, что может делать сайт и какую задачу он может решать. Есть только ограничение фантазии. Как появилось конкретно ваше название и какой в нем есть философский смысл? Ой, это такая больная тема. Мы работаем с 2012 года официально. Еще до официального открытия я занимался фрилансом. По-моему, с 2008 года начинал с сайтов и все это. И на тот момент был домен зарегистрирован у меня in-sys.org. А так как мы открывались, нужно было название. Мы назвались просто in-sys.org. Но были такие моменты, когда я проводил мероприятие. Под конец мероприятия забывали, как назвать. Довольно сложное произношение для русского человека. И было принято решение изменить. Я обращался в многие найминг-компании, в том числе и московские. Мы не достигли результата. У меня были определенные на тот момент критерии. То есть первое, это название должно обязательно начинаться на букву А. То есть название должно быть... А почему А? Это буква силы определенная. Это название должно быть одним словом, чтобы легко было... Чтобы не несколько, а легко одно слово заполняться. И так далее. Тут было несколько критерий. В итоге мы ни с кем не смогли найти общий язык. Никто не смог помочь. И где-то в 2017-2018 году, вот буквально не совсем давно, придумалось название Миротроникс. В голову пришло лично мне. Потому что, видимо, услышал, у меня вселенная, хватит мучиться. Миротроникс это олицетворение двух составляющих. Это Мира и Троникс. Мира это жизнь, забота, понимание и все, что с этим связано. Троникс это прагматичность, это искусственный интеллект, это понимание узкоспециализированной задачи. И таким образом мы объединяем две составляющие. Это Мира и Троникс. Это Мира такого маленького сумасшествия человека. Потому что это креатива, сумасшествия, все, что с этим связано, такое классное. И Троникс это сугубо прагматическая составляющая, как нужно сделать и что нужно сделать. Наш слоган это объединяем людей и технологии. Как вы рождаете эти идеи, откуда они к вам приходят? Мы не употребляем психотерапные вещества, сразу говорю. Потому что много фильмов есть на эту тему. У нас есть штат довольно классных специалистов, креативных специалистов. И каждая идея, она рождается. То есть она не берется откуда. Основной из наших принципов мы не берем из интернета. Мы не копируем, мы ее делаем. Мы можем модернизировать идею, если сам владелец, собственник захочет это сделать. Но мы делаем все, стараемся делать все своими силами. И все это рождается в недрах компании. То есть садится рабочая группа, делается мозгоштурм, несколько прототипов, несколько концептов. И все это показывает на согласование с клиентом, пока ему не понравится. С какими компаниями вы работаете? На самом деле их очень много. Я большинство сказать не могу, потому что мы работаем... Много у нас работа с Москвой, с крупными... У всех на устах компаниями, повторюсь, назвать их не могу, по Индии. Индии это договоренность о неразглашении информации. Много их. Ну, из таких вот... В Костроме это концерн «Медведь». Мы работаем по рекламной кампании по московскому региону. Юлия, привет, если ты будешь это слушать. Я думаю, ты не против, что я об этом рассказал. На самом деле их много. Это Лока Пицца, это Кейкарт в Костроме. Ну, много-много компаний. Я дословно не помню, к сожалению. Потому что их много. Поэтому, если кому будет интересно, с удовольствием либо личным сообщением, либо при личной встрече, покажу, какие кейсы мы делали, какие у нас есть работы, с какими компаниями мы сотрудничаем. Какие сайты можно посмотреть, которые вы делали? Допустим, сайты под задачу. По запросу. Можно написать личное сообщение и получать. Можно написать личное сообщение. Либо со мной связаться лично, да, либо на сайте сделать запрос. Мы всегда рады видеть в офисе. Сейчас переждем. У нас вкусный чай. У нас приятное довольно место для беседы. И мы показываем работы. То есть смысл какой? Мы можем показать работы обезличенно, которые мы делали, которые не ушли в продакшен, а которые остались у нас на нашем сайте, которые под идеей. То есть мы не нарушаем таким образом ничего. И заказчик не против. Наш клиент не против, потому что все обезлично, без ничего, без каких-либо упоминаний о самом клиенте и задачи, которая сделалась. Но сам по себе кейс, он и есть. И его мы показать можем. Вы осуществляете комплексную поддержку любого вашего продукта. Как это происходит? Да, да, конечно. Мы никогда не бросаем клиента. Наоборот, мы стараемся всегда быть с ним рядом, чтобы человек чувствовал заботу. Это самое важное в современном мире. И тем более в IT-технологии. Потому что многое, что непонятно клиенту, а кто еще так грамотно объяснит, кроме нас. Тем более мы это делали. У нас есть несколько методов и стадий поддержки. На каждый из наших продуктов. Будь то это сайт, будь то CRM-система или реклама. Поддержка начинается на каждое направление. Поддержки есть свой тарифный план. Начинается от 5000 рублей. Это довольно дешево. И не сильно ударяет по карману, тем более в текущей ситуации для клиента. Поддержка начинается как от технической, чтобы все работало. Чтобы ни в коем случае ничего не упало. Такая терминология. Сайт перестает работать. Мы называем это, сайт упал. CRM-система тоже. Если есть какие-то сбои мы оперативно, в течение буквально получаса, их исправляем. Если их можно исправить в течение получаса, если нет, то мы обговариваем это с клиентом. И по сути смысл с поддержкой, то есть по тарифам лучше тоже либо ко мне, либо в личное сообщение. Смысл поддержки дать понять человеку, что он всегда под защитой. Вот опека и защита, это наверное самая правильная формулировка, смысл нашей поддержки. Человек всегда знает, что ничего с ним не случится, а даже если с его ресурсом, если даже что-то случится, команда профессионалов сразу это исправит. То есть это такая, мы снимаем лишнюю головную боль в IT-технологиях. И опасения. Да, и опасения. Ваше напутствие, как продвигаться в интернете и оптимизировать процессы компании правильно? На самом деле все просто. Самое главное нужно понимать, что для чего нужно продвижение. Потому что, к сожалению, есть много клиентов, и не только у нас, которые делают сайт для того, чтобы был сайт. Делают продвижение для того, чтобы было продвижение. Или кто-то им сказал, что сейчас нужно сделать Яндекс.Директ, у тебя будет много заявок, много заказов. И он делает Яндекс.Директ, а заявок и заказов нет. Ну или вообще нет. Потом спрашивает, почему, а не может ответить тот человек, кто это делает. Поэтому нужно всегда понимать, для чего это делается. То есть есть золотое правило, никогда нельзя делать дорогой сайт клиенту, если у него еще не было 2 или 3 дешевых сайта. Пока человек сам не поймет, что ему нужно от этой задачи. Потому что, по большому счету, это является переадресацией ответственности на исполнителя. Если сам состатистик не понимает, что он хочет. Поэтому ребята профессионал, они сделают, они знают лучше, чем я. Поэтому вот так. Ну тут можно в первую очередь понимать, для чего сайт, для какой целевой аудитории сайт, и что нужно с этим сделать. Если в целом напутствие, это не бояться тестировать гипотезу, то есть любое продвижение, любой канал продвижения, это по сути, если его еще не пробовали, этот канал, это гипотеза. То есть не мы, не сам собственник не может сказать, насколько эффективно она отработает. То есть всегда нужно тестировать гипотезы. И исходя из лучших результатов, уже вкладывать средства в каналы, которые максимально хорошо себя показали. Это раз. Второе, не бояться, потому что много страхов, а вдруг не получится, а вдруг что? Ну если сидеть на месте, то под лежачий камень вода не течет, ни в коем случае. Ничего не сработает, если просто бояться, что это не сработает. К сожалению, таких людей тоже много. И это не плохо. Я понимаю, почему так происходит. Мы много работали с этим. Это определенные страхи ведения бизнеса в современном обстановке, в кучем положении дел, которое складывается. Да, это такое тоже есть. Не бояться, двигаться вперед в первую очередь. И таким образом, в любом случае, цели будут достигнуты. То есть, быть готовым к новому, я бы сказал так, быть готовым к новому, тестировать гипотезы, пробовать и не бояться. Спасибо, Николай. О том, как выстраивать продвижение, говорили мы сегодня. У нас в гостях был основатель и руководитель компании Miratronics Николай Акишин. Если у вас есть трудности с продвижением, вы знаете, к кому обращаться. Всего вам доброго и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова